Всем привет, добро пожаловать. Сегодня у нас будет вторая встреча с проектами. В прошлый раз, напомню, они недопродали проект, остались вопросы. Они вернулись, пообщались с разработчиками, как же так, почему вы нам подсунули неправильное время и не проинформировали нас про технологии. Теперь они вооружены новым знанием, пришли к заказчику, это я, и попытаются закрыть сделку, подписать договор, в общем, и начать работать. Уже пора. Поехали. Привет. Отлично, что пришли. С чем пришли? С чем пожаловать? Да, Андрей, добрый день. Сегодня с вами опять я и коллега мой Артем. Сегодня мы с вами хотим обсудить обновленный план работ, который нам не удалось вам продать в прошлый раз. План у нас, в принципе, остался тем же, то есть план встречи, во-первых, мы обсудим вопросы, которые у вас возникли в прошлый раз. Это по технологиям, если вы помните. Ну и я предоставлю вам, покажу обновленный вариант плана работы. Окей, давайте тогда коротко сначала. Ну что, вы поняли, что не надо меня обманывать? Конечно. То есть вы меня обманывали, да? Нет, мы не собирались вас обманывать. А как так вышло? Ну, человеческий фактор уже, простите. Понимаю, хорошо. Давайте вот как договоримся. Да, если в следующий раз я вас ловлю на такой бодяге, то человеческий фактор будет отвечать своим человеческим рублем. Мы договорились? Да, вполне. Отлично, прекрасно. Давайте посмотрим на ваш новый план с пристрастием. Так, а можете сначала отвечать на ваши вопросы или… А давайте. Ну, не вопросы, как бы… Вы… Так, давай смотри. У меня… Да, я помню вопросы. Смотри, у меня первый вопрос – это про стэк, то есть про джангу. Почему вообще выбрали джангу? Она же медленная. Да, вот насчет этого. Мы посовещались с нашим разработчиком. Он смог нам доказать, почему он выбрал джангу. Хорошо, докажите мне. Потому что, согласно ТЗ, необходимо реализовать панель администратора, а джанга имеет свою встроенную админ панель, что сильно просит разработку и, соответственно, уменьшит время и бюджет. Также джанга, в отличие от таких фреймворков, как Flask или FastTap, лучше подходит для нашего проекта в целом, так как последний заточенный на довольно высоконагруженные сервисы, коим наш проект не является. К тому же джанга сам по себе дает некую архитектуру проекта первоначальную, в то время как тот же Flask этого не делает. То есть стартануть проект будет проще. А так как у нас стартап, то это, я считаю, наиболее приоритетно. Из минусов, как вы сказали, да, это действительно джанга довольно тяжелый фреймворк, но, опять же, для стартапа мы посчитали это идеальным вариантом, с учетом всего вышеперечисленного мной. Так, ну а вот ты говоришь, что он там на ненагруженные проекты. А какие вообще самые большие проекты ты знаешь на джанга? Какие делали? Артем? Я не знаю. Это новый вопрос на этот. От Андрея на засыпку. Могу только погуглить. Ладно, хорошо. Товарищи зрители, напишите большие проекты на джанга. Помогите Артему и Максу все-таки победить этого заказчика. Ладно, будем считать, что вы немножко не подготовились, вышел из роли. Ну ладно, хорошо, вы меня убедили. Действительно, есть большие проекты на джанга. Если уж им сгодилось, то, наверное, и нам тоже, в общем-то, пойдет. Так, ну по стеку, ладно, определились. У меня вопрос. Насколько просто будет переехать, если мы вообще вырастим с джанга на фастапе на какой-нибудь? Я думаю, это будет не сильно сложно, потому что наш проект, как я уже говорил, он довольно простой. И больших проблем не должно возникнуть. Я слышал, что джанга и фастапе вообще очень разные. Почему будет просто? Вы меня опять хотите немножко запарить? Можно я скажу? Ну, на самом деле, мы не хотим тебя запарить. На самом деле, мы видим, что ты человек прижимистый, очень экономный. И если мы сделаем на джанга, мы сэкономим твои деньги. Нам там много писать не надо. Мы там настроим кое-что, кое-что допишем, и у нас будет такой оптимальный вариант, чтобы запустить стартап. По поводу, я тут немножко подсмотрел, какие проекты делались на джанга. На джанга делались такие клевые проекты, как YouTube, например, либо Pinterest. И они работают. Поэтому для твоего проекта этого будет достаточно. Прямо я тебе гарантированно даю гарантию. Нет, вопрос-то в том, что как переезжать будем? Что останется у нас от джанга, если мы вдруг надеемся... Может, мы не будем переезжать. Зачем нам переезжать? Ну, может быть. Допустим, мы же стартап тестим. А если он не пойдет, что его переезжать? А если пойдет, мы будем развиваться дальше в джанге. Окей, ну ладно, хорошо. Ну, убедительно, конечно. Давайте посмотрим на время теперь. А, да, там еще какие-то вопросы были по поводу контейнеров. Но, по-моему, там был вопрос в том, что вы очень много времени туда заложили. То есть, как бы, по ощущениям, там меньше работы значительно. Это же вы поправили, да? Конечно. Хорошо, давайте перейдем теперь к таким вещам. Пожалуйста. Так, есть контакт. Ух ты, опять красивая табличка. Сколько времени вы сократили? Давайте вот в целом на проект, сколько времени сократилось? В целом сократилось на, если я правильно помню, на два дня. Но было добавлено время, которое мы, к сожалению, упустили, это документация. И еще один час был добавлен на заметки, потому что это еще один момент, который мы хотели с вами обсудить. Что за заметки? Что? Что за заметки? Такой момент. У нас, я так понимаю, белые и черные списки можно редактировать. Да, конечно. То есть, и мы пришли, такое наше допущение, что если эти списки будут редактированы после того, как пользователь загрузит какие-то свои заметки туда, то если эти заметки будут не удовлетворять требованиям, ну, не удовлетворять обновленным спискам, то эти заметки не удаляются, а просто остаются в базе, но скрываются. Ну да, там какой-то надо флаг будет предусмотреть, что она опубликована или нет. Да, это хорошо. Действительно, их можно, в общем-то, даже когда он пытается сохранить неправильно эту самую, ее можно сохранять, но просто ставить, что она не публикованная. Да, это хорошая идея, но сколько вы на это теперь три дня заложили? На один флаг? Это одно поле? Мы заложили пять часов в сумме, ну, не только на флаг, а вообще на все, что связано с заметками, то есть их создание. Ну, если честно, я бы это перенес в список специальных слов, потому что это относится к фильтрам. Ну, давайте пока трогать не будем, а потом я бы вас попросил все-таки немножко по-другому это устроить. То есть заметки – это заметки, а фильтр и вот это все – это все-таки фильтр. Так, ну, окей, дальше, то есть я правильно понимаю, да, что я через админку смогу загрузить вот этот список специальных слов, вернее, два списка, да, вот, потом жму кнопочку «Применить» эти списки, да, и у меня какая-то часть авторского вот этого вот контента, оно берет и скрывается, да, то есть остается не публиковано. А как, вот если у меня есть человек, который свои заметочки делает, как он поймет, что у него что-то не удалилось, а просто не опубликовано? Где-то он может увидеть, что? Как-то, может быть, он… Да, да, может быть, он как-то, ну, он, наверное, должен как-то отредактировать, чтобы он… Я же не хочу, если мы не удаляем, значит, мы хотим дать ему шанс исправиться. То есть мы должны взять и сказать, ну, смотри, вот это не подходит под нашу политику, но мы это вот, это вот, соответственно, мы даем тебе шанс, ты поменяешь, и оно будет опубликовано. То есть мы же вот про это говорим, да, сейчас? Вот именно поэтому вы добавили еще там пару дней. Нет, это не замечание, мы не рассматривали вариант предупреждения пользователя о том, что его заметки какие-то скрыты. А как тогда? Как он этим пользоваться будет? Ну да, это хороший момент, нужно уточнить будет. Может быть, давайте сейчас прям как-то решим, потому что уже третью встречу я просто могу не выдержать. Да, давайте решать, уже договариваться. Давайте сделаем вот так вот и в рамках того времени, которое вот у вас здесь написано. Коль скоро вы об этом не подумали, я вижу это вашим ксиком, ну, как бы надо было продумать юзерские сценарии, то есть как этим будут пользоваться. Ну, что же делать бесплатно? Значит, бесплатно. Это справедливо. Договорились? Да, договорились. То есть, мы решаем это, да, деваться не надо. Едем дальше. Так, ну, собственно, на... Настройка... Так, давай сейчас по пунктам. Да, инститализация. Вижу, форма регистрации два дня. Два часа. А, это в часах, да? Да, все в часах слева. Все, вижу, хорошо. Настройка доступа. Окей, ладно. Юнит-тесты. Что конкретно вы будете покрывать юнит-тестами? Мы будем покрывать форму регистрации, форму авторизации и связанную с заметками и панелью администратора. Зачем форму регистрации? Чтобы проверить, точно ли пользователи новые создаются в базе данных. Это штатная работа Django, это не надо. Я хочу, чтобы вы здесь сократили и оставили только покрытие именно от работы с заметками. То есть, что специальные слова, если мы меняем, то заметки соответствуют и все такое. Насколько это сократится? Сейчас скажу. Секундочку. Вы вообще это расценивали, да? Да, конечно. Сейчас нужно просто кое-что проверить. Хорошо. Пока Максим проверяет. Давай, Артем, с тобой. Давай. Так, юнит-тесты. Ладно. Сейчас мы это все утащим. Вместо TTP, значит, 4 часа, выйдет 2,5. Прекрасно. Значит, 2, да? Ну, 2,5. Ну, почему в вашу сторону округляем? Мы же округляем до часов. Это не округление, это конкретно. Хорошо, пишем 2,5, не проблема. Выглядит нормально, пусть будет. Ну, можно там вот просто часы, я думаю, пометить, а потом... К сожалению, оно автоматически не поменяется. Ну, да. А там мы потом, вы красивую картиночку потом сделаете. Так, дальше. Контрализация 4 часа. Было 8, стало 4. 6. Все равно много, ребят. Что конкретно вы собираетесь делать эти 4 часа? Я же вам показывал, там 3 файла написать, причем стандартных. Вы же занимаетесь контейнерами. Они у вас наверняка ездят из проекта в проект. Там просто название поменять в одном месте, и все. Это стандартная тема. У меня здесь никакой сложной структуры нет. У меня, извините, здесь не кубернейтс. Просто какой-то докер, и вы хотите это 4 часа. А ведь обещали меня не парить больше. Ну, смотрите, тут можем тоже ответить. Разработчик у нас хоть и имеет какой-то опыт, но он все равно еще джун. Понял, хорошо. Вопрос. Зачем, почему я должен платить за обучение вашего разработчика? Зайдите мнение джун. Ну, посмотрите. Допустим, мы наймем сеньора или там медла. Он сделает это все за час, но он возьмет за это дороже, чем джун за 4 часа. Это неправда ваша. Джун стоит где-то 70-80. Этот самый мидл – 120-150. Как бы здесь и джун-то можно... Давайте так, возьмите джуна плюс. Пусть он тоже это сделает за час. Но, в общем-то, чуть-чуть дороже. Давайте заложим полтора часа, ну, с учетом того, что будет работать джун плюс. И возьмите джуна плюс. Вот ровно на контаризацию. Просто вот как бы я согласен. То есть пусть будет не час, пусть будет полтора. Добро. Потому что 4 часа я не представляю, что это нужно сделать. Или давайте вот как. Давайте вы запишите видео в контаризацию, где он занимается этим 4 часа прямо нон-стоп. Тогда я как бы пойму, что он не щелкает всякими щелкательными отверстиями, а реально работает хотя бы. Я просто не верю, что эта работа занимает 4 часа. Или давайте, знаете, как сделаем? Да, я почитаю книжку про вот это все дело и сам запихну какой-нибудь проект в контейнер за полчаса. Вам будет стыдно, а вы обещали ответить рублем. Или давайте как. Мне вот эта идея очень нравится, когда вы будете читать книжку и запихивать это самостоятельно. Хорошо. Так, то есть готовы, да? Давайте так, то есть я вижу, вы абзартные ребята. Конечно. Давайте, если я за час упихаю это самое, что-нибудь в контейнер, что вы со своей, какая ваша ставка? Наша ставка, ну, уберем его у вас еще 4 часа. То есть полностью контаризация будет для меня бесплатная? Абсолютно. И вы оплатите мне мое рабочее время. Оно стоит 10 тысяч в час. Дороговато, конечно. Ну, извините, я все-таки это самое SEO. Ну, я же должен работать, правильно? То есть как бы я работаю на вас. Ну, вот оплачивается. Все, договорились. Договорились. Прекрасно. Отлично, значит, контейнер будем считать за мной. Но у вас есть шанс передумать. Согласиться на один час, пообщаться с вашим разработчиком. Возможно, он все, все у него получится. Поставьте там где-нибудь пометочку. Ну, или есть шанс, что вы сдадитесь, да? Нет, шанс есть, что сдамся, конечно. Это здесь дело такое. Это у нас некоторого рода покер. Вы подумайте, подумайте, да, нет, это не рулетка. Это джентльменский спор. Подумайте еще раз, поговорите с разработчиком. Потому что пока очень слабая мотивация. У меня ощущение, что четко я могу сделать. И, в общем-то, я почти уверен, что ваш человек тоже сможет. Так, настройка китаа один час. Ладно, с этим я согласен. Документация. О какой документации идет речь? Как вы мне будете предоставлять, в каком формате? Ну, как руководство пользователя в какой-то степени. Так, то есть руководство пользователя – это как входить в систему, введите пароль, логин и все? Ну, не только. Хорошо, правильно выразился. Ну, документация стандартная, техническая для проекта. Это как? Нет, документацию мы с джанкой выгрузим, чтобы вы понимали, как код написан. Чтобы, если вы дальше будете разобраться. Хорошо, какой стандарт будет? Свагер? Свагер, да. Что такое Свагер? Ну, стандарт документации. Покажите пример. Надо погуглить, сейчас найдем. Окей, пока он гуглит, мы с Максом разбираемся. То есть по документам понятно. Так, тестирование, спектабилизация. Мы же вот уже написали тест, вы уже юнит-тест, и у меня уже деньги за это взяли. В чем отличие между тестированием стабилизации и написанием юнит-тестов? Также для этого мы и делаем, чтобы тестирование меньше было. А оно осталось то же самое. Мы делаем юнит-тесты, чтобы тестирование было проще при будущих релизах. То есть при его очень... Почему? Ну, смотри. Если я правильно понимаю, мы там берем и проверяем какой-то случай. Но только не человеком проверяем, который будет тыркать на кнопочке, а дурная машина-робот возьмет и все проверит. И человека туда засылать не надо будет. То есть тест-кейсы у нас сократятся, а у вас остались по-прежнему. Как вы можете это объяснить? Ну, а если человек ошибется в самих тест-кейсах, их придется тоже... Нет, погоди. Если человек ошибется при написании юнит-тестов, они не пройдут, они упадут. Как бы надо верить. То есть если оно покрыто тестами, то, наверное, человека туда не надо. Так что давайте, коль скоро у нас добавились юнит-тесты, мы как-то подсократим немножко осетра вот здесь в тестирование. Потому что мы иначе зачем это делаем? Чтобы сэкономить работу живого человека. Пишем там, экономим здесь. Это логично. Ну, согласимся с вами, да. Согласимся. Хорошо. Ну, давайте вы мне потом представите письмом по поводу того, насколько вы это подрежете. Но я от вас жду, что вы это подрежете. Так, буфер. Мы об этом говорили. Это на всякий случай. Окей. Сколько там часов заложено, не вижу. В буфер? В буфер. Тут не написано, кажется. Обычно мы закладываем 20% от общего количества проекта. Ну, давайте. Сколько тут? Ну, хорошо, давайте. Я склонен согласиться. Если вдруг оно получится быстрее, будем считать это бонусом вам за быструю работу. Как бы я согласен это даже оплатить. Это нормально. Так, приемка – это один час? Не вижу. Приемка – это уже не извините. Ну, вы ко мне приехали и показали. Я это обозначил как примерно три часа. Три часа? Да, ну, демонстрация ответа на ваши вопросы. Давайте, нет. Давайте так. Сделаем один час. Вы мне скинете ссылку. Вы мне скинете документацию. Я по документации пробегусь и посмотрю. Если все работает так, как, в общем-то, вы мне рассказывали, вы мне напишите, как тесты еще запускать. Я и тесты запущу. И как бы, в общем-то, мне не нужно будет… За вас скажут дела, а не слова. Так что давайте мы приемочку тоже подсократим на один час. Ну, при условии того, что вот она будет проходить именно вот так, как я сказал. Добро так же? Да, конечно. Отлично. Что-то еще упустил? Да, упустил. Андрей, смотри, ты же можешь сэкономить еще деньги. Допустим, это же у тебя стартап. А если мы не будем делать юнитесты, насколько они нужны тебе на данном этапе? Ну, вот смотри, ко мне придут инвесторы. Они пробуют это сделать. И, соответственно, все облажалось. Да, давайте без юнитестов, нормально. Ну, да. А, слушай, нет, погоди. Но если мы убираем юнитесты, то тогда мы добавляем в тестирование. Это же так на так, разницы нет. Нет, давай, пусть будет. В общем-то, мне надо все-таки инвесторам показать, что серьезное отношение к делу и покрыть все-таки вот эту часть, которая касается списка специальных слов, модерации автоматической. Это надо. Не согласен. Я хочу оставить юнитесты. Это годно, это нормально. Ну, все, хорошо. Тогда мы еще раз подытожим. Корректируем тестирование стабилизации. То есть мы это все перекидываем на юнитесты. Но, опять же, да, только мы тестируем. Ну, в юнитестах мы тестируем определенные вещи. То есть мы как список слостей тестируем все остальное. А, допустим, как пользователь авторизируется, как заходит на сайт. А вот это у нас будет живой человек. Это, наверное, будет проще просто взять, ввести логин, пароль, убедиться, что я там могу войти, выходить и все остальное. Это не критичная вещь, потому что я почти уверен, что если вы это берете из Джанги, оно будет работать уже нормально. То есть там просто убедиться, что нигде сильно не накосячили. А тестирование с точки зрения этих эндпоинтов, это будет у нас заложено в документацию. По сути, если у вас документ сгенерировался, значит эндпоинты есть, и оно раздается именно то, что там, в общем-то, нужно. Так что, по сути, да, вот так вот мы делаем. То есть мы здесь сокращаем вот это. Тут остаются очень маленькие тест-кейсы, которые мы трогаем живым человеком. Потому что их дешевле сделать живым человеком, чем электрической машиной. Все. Так что я жду на электроночку от вас поправленную вот эту штуку. Ну и, соответственно, проект договора будем уже согласовывать, подписывать. Если все окей, то все окей. Да, все окей, давайте запускаться, а то мы уже и так затянули тут все. Ну, добро, спасибо большое, что пришли. Вот надо было вообще говоря и сразу и так. Было бы классно. Спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня. Так, все, выключай. Ну что, теперь у нас с вами можно закончить, расшаривать экран. Теперь у нас классическая вещь, это рефлексия. Что скажете? Где вы видите свои косяки? Где было хорошо? Где можно было как-то иначе? Где прямо вот правильно сделали? Где неправильно сделали? Кто начнет? Давай, Артем, он больше сидел, ему, значит, со стороны оно было виднее, потому что одновременно говорить и думать – это очень сложно. Опять мы накосячили, мы не знаем терминологию, например, не знаем, что такое свагер, как он выглядит. Ну, сейчас уже посмотрел, уже примерно понимаю, но все равно, если с точки зрения неподготовленного человека, я там особо ничего не понял, что такое свагер. Ну, это надо допрашивать господ разработчиков. То есть, смотри, нужно более въедливо допрашивать. Прямо по пунктам. Прямо покажи, расскажи для дебила. Правильно? Да. Потому что заказчик, он по умолчанию не разбирается. Ему нужно будет объяснить простыми словами, а не вот этот РПР-8 дур. Так, хорошо, дальше. Вот. Потом, на что я обратил внимание. Я обратил внимание на то, что разработчики немножко приукрашают сроки создания проекта. То есть, они делают для себя комфортные сроки. То есть, им вообще верить очень надо осторожно все перепроверять. Заказчик, наоборот, пытается тебя прогнуть, а разработчики всю правду сказали. Такое же тоже может быть. И верить непонятно кому. Это тоже правильно ты говоришь, но тут как бы нужен опыт и насмотренность. То есть, ты должен немножко все равно поработать и понимать, сколько чего и как. Если вот как мы, мы без опыта, ребята, мы как вот, не знаю, как рыба в большом океане. Туда ветер подбыл, мы там сказали. Туда ветер оттуда подбыл, мы там сказали. Поэтому это для нас достаточно сложно. Кстати, господа, кто будет смотреть с опытом, напишите в комментариях под видео, насколько вообще нормальные часы заложены, на ваш взгляд. Насколько, вообще говоря, правда то, что врут разработчики или клиент жмет. Это интересно. Окей. Еще очень интересно за клиентом наблюдать, когда задаешь ему вопросы и выводишь. Ну, как бы, очень важно, наверное, даже не то, что за клиентом наблюдать, очень важно клиента заманить на свое поле. То есть, и задавать ему такие вопросы, которые тебе выгодны. И вроде время прошло, он ответил на вопросы, которые тебе выгодны, и контракт подписал. Вот на это надо тоже обращать внимание. То есть, самому вести встречу. Да, обязательно. Ты должен вести встречу, а не клиент. Как думаешь, у Макса всегда получалось? Где не получалось, где получалось? У Макса, наверное, не всегда получалось. Во-первых, он повторяет мою ошибку, которую я сделал на первой записи первого нашего видео. Он делает это все как робот. У него нет жизни. То есть, ему надо добавить жизни и энергии в то, как он говорит. И он пытается сглаживать некоторые углы, пытается как бы угодить клиенту. Ну, не всегда это, конечно, он делает, но пытается он это сделать. То есть, я думаю, что ему немножко не хватает опыта. А так он все делал достаточно классно. Макс, тебе слово. Где ты почувствовал, что можно было по-другому? Вот это важно. Ну, в принципе, все то, что сказал Артем, это правда. То есть, опять терминология. Проблема с оценкой. То есть, опять нет опыта у нас понять, на чью сторону становиться, на разработчиков или клиента. Непонятно, кто говорит правду, потому что нет опыта. Что еще могу сказать? Да, в принципе, мне нечего добавить. Как ты вообще доволен результатами встречи? Давайте вот так вот, с этого начнем. То есть, ты считаешь, ее все удачно прошло? То есть, в итоге, то есть, как бы нормально годится? Нет, наверное, нет. Почему? Потому что... Потому что клиент начал задавать свой темп работ, и нам нечего было ответить, чтобы его переубедить в этом. То есть, не хватало аргументации, почему столько часов, а не столько? Да, почему именно столько? Что мешало, соответственно, спросить у разработчика не просто, но мы так оцениваем, а вот как-то подкрепить свою позицию? Так мы вроде так и делали, а не аргументируем. А когда что мешало, что мешало эти аргументы привести? Если там вам аргументы дали, вы же должны донести до меня, когда заказчика получается. Тогда что помешало? Почему клиент тут как на танке ездил по таймингу? Кстати, они дали, наверное, не совсем полностью оценку. Они там заложили очень много времени на то, что если какие-то пойдут проблемы технические с докером, то есть от них не зависящие... Ну, мы же это в буфер заложили, на самом деле. Вот, блин, был бы клиентом, сказал бы. Мы же и там проблемы закладываем, и тут... Ладно, мой косяк... Я могу рассказать косяк со стороны клиента, как я себя... Где я не дожал, на самом деле. Это будет неправильно, наверное. Почему неправильно? Все же учатся. Ну, ладно, хорошо. Смотрите, то есть как бы с точки зрения клиента встреча прошла неплохо. То есть, в общем-то, я еще немножко денег выкружил с вас. И это очень правильно с моей стороны. То есть, как бы, во-первых, вы мне много чего пообещали, что больше косячить не будете, готовы ответить рублем. И я в договоре обязательно этот пункт попрошу включить. Это хорошо. Это прям усилило мою позицию. Дальше мы очень хорошо поговорили по поводу того, что, в общем-то, сократили общие сроки. То есть, там часик, тут часик. В итоге бюджетик у меня сэкономился. Это приятно для меня, как для клиента. Нам надо почаще встречаться. Глядишь, вообще бесплатно будет для меня. Вот. В целом, вы показались мне адекватными ребятами, которые, в общем-то, отвечают... Ну, это мелочь, на самом деле. В целом, мне понравилось, что вы готовы, в общем-то, идти навстречу и, что называется, при своей промахе признавать. Это импонирует. И готовы отвечать рублем. Я сильно, вообще говоря, хочу, чтобы этого не было. Потому что, что мне, в общем-то, проект нужен, а не деньги сэкономить по большому счету. Я в вас стал более уверен. Вот. Поэтому, в итоге, мы договоры заключили. Так что, я больше удоволен, чем недоволен. В целом, мне, как заказчику, понравилось. Хотя, есть некоторые вещи, которые... Где можно было еще немножко развернуться. Например, там, в этой... В буфере. Почему 20%, а не 10%, а не 5%. Вы настолько не уверены в своих силах. Вот вы мне Джуна отдали. Тогда давайте дешевле делать за час. Вот. Вы же мне сейчас сказали, что Джун будет работать над проектом. Вот. Так что, давайте посмотрим... Он так довольно дешевый. Вот. Посмотрим на рейты. Надо будет... Ну, я бы еще... Поскольку деньги не обсуждаем, но... В общем, хорошо, что вы подставились еще про Джуну. Вот. Это очень круто. Ну, опять же, у меня вопрос мог бы возникнуть, что он что, за Джуном никто не наблюдает, что ли? Он сам делать будет все, что угодно. У него уже есть ревью, старший товарищ. То есть, будет отложать. Ему должны прям раз за две минуты сеньер сказать, слушай, делать вот так надо. И он пойдет и сделает нормально. Правильно? То есть, поэтому вот это... Вот это вот. Можно, есть. Я чувствую потенциал. Можно было еще пару часов, конечно, старгануть. Это как бы... Это очень хорошее и интересное развлечение. На самом деле. Вот. Ну, вот не дожал. Ладно. Расслабился что-то. Прям почему-то вот так. Вот. Потом будет, как в истории, про шапки. Знаете же. Знаю. Это моя любимая история. Как раз я всем заказчикам обычно и рассказываю. Можно 10 шапок. Да, можно 10 и так далее. Это работает очень хорошо, потому что надо с юмором. Да, это мой любимый кейс. Я с удовольствием про этот мультик всем рассказываю. Поэтому, когда заказчик начинает прям сильно торговаться, я говорю, не проблема, мы вам сделаем. Но вы помните, вот что вот так вот. Магии не бывает. Есть какие-то разумные вещи. Нам тоже надо прибыль получить. Поэтому есть разумный бюджет. В этот бюджет мы можем лечь. В меньший бюджет лечь нереально. Вот. Должны понимать. И адекватные заказчики, а их большинство, они понимают. Они адекватные, они наоборот себя вскрывают. Есть хороший, отличный принцип. Идеальный. Не работать с мудаками. Рочно. Поэтому. Это ситуация вин-вин. Это отличная лакурская бумажка. На самом деле. Но я адекватный заказчик. То есть, я торгуюсь, но, в общем-то, вроде не жестю теперь. На первой встрече, конечно, попытался немножко продавить. Но это нормально. Надо себя поставить правильно. Вот. Так что вот. Ну, в целом, молодцы, я считаю, мы все. Дело вроде движется. Посмотрим, что скажет разработка. Да, уже интересно, когда что-то сделаем. Какой-то продукт. Уже интересно, да. Уже пощупать уже работу менеджера не самым заказчиком, а работу менеджера непосредственно с контролем разработки. Потому что сейчас у нас следующий этап – это просто отслеживание таймингов, отслеживание этапов вот этих вот пиления фич. какие-то обсуждения того, какие проблемы там возникли. То есть, такие вот дейлики мы делить, конечно, не будем, наверное, но еженедельнички. То есть, как бы планирование спринта и… Напомните, как у нас в конце спринта называется? Ретроспектива. Вот, да, ретроспектива. Вот, это мы, конечно, будем проводить и будем посмотреть. Главное, чтобы все сейчас зашли в клик-ап, в аккаунт, который мне всем застал на почту. Ну, это, кстати, смотрите, нам будет еще, надо будет отдельный записать видосик по поводу тех инструментов, которые вы попробовали использовать, какие вам понравились, какие не понравились, что было хорошо, что было плохо. В общем, вот это все, я думаю, вещи полезны будут. Возможно, вам еще посоветовать кто-то сможет то, что имеет смысл использовать, то есть, как бы с практики. Потому что я уверен, что нас будут смотреть ваши коллеги, я почти 100% уверен, и могут что-то прям посоветовать толковое. Да, друзья мои, пользуюсь случаем, советуйте, не стесняйтесь. Итак, колокольчик. У нас там уже количество подписчиков увеличивается. Да, слушай, у вас уже, да, нормально, у вас комментируют, и все. Вполне возможно, мы даже амосессию сделаем, то есть, по итогам вот этой штуки. Может быть, или стримчик какой-нибудь с ответами на вопрос, или еще что-то. То есть, обратная связь, это очень важно и для вас, и для нас, и для зрителей. Ну, обмажемся пользой, и, как говорится, понесем это дело в мир. Все, на этом спасибо большое. Смотрите по-прежнему, подписывайтесь. Надеюсь, что вам понравится. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо.